здравствуйте дамы и господа сегодняшний обзор будет проходить немного шиворот-на-выворот камера sony hdr mv1 который сейчас меня пишет будет обозревать меня то есть весь звук и видео в этом выпуске будет писать эта камера кроме того следите за инстаграмом mike taptegin так как там появляются анонсы новых обзоров и кадры не вошедшие видео на канале ну и не теряйте этот канал разумеется только сейчас в очереди на обзор поставлены 11 разных камер и несколько обзоров ваших фото я думаю будет интересно за предоставленную камеру спасибо монобрендовому магазину sony который находится вот по этому адресу trc мега алмата 2 sony центр в алматы то есть если вы живете в нашем солнечном городе и вам нужно что-либо марки sony не обязательно камеры телевизор и вообще все что выпускает sony вам сюда а сейчас мы поедем в монобрендовый магазин sony который предоставил эту самую камеру сейчас камера используется без стабилизации на рукоятке это монобрендовый магазин sony центр который предоставил нам оборудование и камеру для тестов здесь шум я надеюсь вы слышите речь потому что тестируется как раз микрофон мы выпечем монобрендовом магазине sony и мне здесь действительно хорошо так как я изначально все таки саневод по большей части тут чего только нет как я уже говорил ну а мы займемся самой камерой хотя нет давайте еще немного погуляем с ней снимая на нее как наручную камеру это не характерное состояние для нее камера рассчитана больше на стационарное использование однако результаты вполне сносные я считаю sony mv1 одним из лучших устройств для записи видеоблогов почему скажу чуть позже а пока давайте поближе познакомимся с этой камерой анбоксинг как видите камера весьма презентабельно упакована и это как я помню второй анбоксинг по-топтыгински объем вложений невелик и прост как песня сама камера батарея интерфейсный кабель и инструкция для работы вам понадобится карточка micro sd формата я решил попробовать micro sd карту kingston на сто двадцать шесть гигабайт так как случается что небольшие устройства до сих пор не могут распознать карту такой емкости но как видите все работает без вопросов отличительной особенностью этой камеры является очень неплохой объектив c стесар с отверстием 2.8 с углом зрения на 120 градусов при этом объектив фишаем назвать нельзя в конструкции оптики есть асферические элементы в результате пространство искривленного да вы наверное видите это но не как у рыбьего глаз то есть практически в шар то есть вполне можно распознать прямые линии и пропорции отдельных объектов и я в центре кадра выгляжу казалось бы совсем без искажений более того такой объектив сбрасывает визуально килограммов 20 со снимаемого человека так как из-за большого угла не видны щеки матрица оси мост sony exmor r на 16 мегапикселей типоразмером 1 2 3 десятых выдает похоже за счет интерполяции пикселей очень мало шумную для такой системы картинку картинка по шумам при 30 кадров в секунду сопоставима с дюймовой матрицей от той же сони у камеры есть режим и резкой съемки в темноте но по мне так и обычный режим вот как сейчас смотрится вполне приемлемо как вы видите по цвету и резкости все довольно таки неплохо сзади под дверцей выход на наушники порт micro hdmi micro usb порт и вход миниджек для внешнего микрофона слева встроенный монитор на 2 и 7 десятых дюйма на 460 тысяч пикселей что в сравнении с конкурентами очень неплохо учитывая что углы обзора монитора до 170 градусов справа дверца аккумуляторной батареи это та же самая батарея что и в камерах sony rx100 то есть довольно емкой для такого устройства 1 240 миллиампер час в обзорах на канале мы видывали аккумуляторы во младших зеркалках и с меньшим объемом на этой батарее камера может писать непрерывно около полутора часов если учесть что средний музыкальный трек длится четыре с половиной минуты то получается что выключая камеру во время пауз можно записать примерно 20 песен но у камеры есть возможность работать и от внешнего адаптера вот с таким названием угол отсечки звука у микрофонного массива как в оптике 120 градусов причем здесь микрофоны вдвое крупнее чем на более раннем конкуренте от zoom q4 и выглядят как-то более угрожающе я не сравниваю в обзорах схожие устройства но тут нужно признаться при том что у q4 звук очень неплохой здесь он еще даже лучше отсечка это очень эффективная звуки прилетающие сбоку и сзади камеры почти не слышны звук пишется в два формата 16 битный формат lpcm 41 5 десятых килогерца и эй эй си 48 килогерц на 128 килобит секунду как вы наверное обратили внимание на картинках я поставил ее на шумогаситель для микрофонов райкот камера в общем и целом справляется с шумами если стоит на простом штативе или даже на столе но микрофоны очень чувствительные поэтому я решил что береженого бог бережет поставил ее на шумогаситель камера может работать и в режиме звукозаписывающего устройства как диктофон прямо на монитор выведенная иконка переключения режимов причем важно здесь даже не то что на камере стоят микрофоны которые по отдельности потянули бы на 200 долларов каждый а то что она программно способна записывать хороший звук в отличие от большинства гораздо более серьезных камер конечно это не единственное устройство в мире которое работает таким образом но это одно из устройств которое кроме прямого назначения производителя видео с хорошим звуком очень удачно подходит для записи влогов причем уровень знаний для записи картинки и звука такого качества может быть никаким ну хорошо никаким угодно вам нужно будет выучить две кнопки включение и пуск записи здесь самое важное как и с любой другой камерой поставить правильный свет то есть как можно более яркий и при этом равномерно но камеры имеют схожие черты с экшен камерами sony которые кстати очень неплохо пишут видео поэтому даже свет может быть достаточно случайным почему я считаю что такие камеры хороши для видеоблогов очень просто звук имеет очень важное значение для восприятия картинки если звук как из ведра все считайте влога нет по крайней мере на сегодня если видео плохой звук половины зрителей уходят сразу же с канала поэтому если вы пишите на фотоаппарат то желательно внешняя пушка а еще лучше внешние записывающие устройства что улетает в неплохие деньги тоже и с большинством видеокамер здесь эти вопросы решены с помощью самой конструкции камеры интеллектуальный автомат как на всех камерах sony вероятно один из лучших но у камеры есть возможность и ручных настроек с помощью одного единственного джойстика кнопки но я вам рекомендую просто подстроить уровень записи звука и этого будет вполне достаточно автомат sony отлично справляется в 95 процентах случаев и пожалуй это все рекомендации так как кнопку пуск здесь найдет любой если у вас есть любая плоскость чтобы поставить эту камеру или любой настольный штативчик у вас все получится меня постоянно спрашивают а какая камера нужна для записи влогов что использовать если бы я не вел умный канал а фото видеотехники и не объяснял бы что такое диафрагма выдержка баланс белого и прочие столь же нужны большинству видеоблогеров еще более нужны девушкам видеоблогерам вещи я бы писал вот на эту камеру ну или на аналогичную и вообще не заморачивался бы если вы используете дорогое оборудование то чтобы записать звук и картинку и чтобы не ерзал автофокус был такой цвет и хороший звук нужно не просто масса оборудования за чертовы деньги нужно еще много знать и уметь а здесь поставил и знаете что она пишет и 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 не перегревается а что еще надо то как многие уже наверняка догадались камера управляется со смартфоном не до управление со смартфона тоже удивляет своей простотой тут есть картинка с камеры кнопка настроек пуск и все и это не смешно это то что нужно так как теперь чтобы видеть что попадает в зону видимости камеры не нужно никуда вглядываться или еще что-то посмотрел на смартфоне и все когда надо включил когда надо выключил подключение тоже элементарное прикоснитесь смартфоном или планшетом к значку nfc и начнется соединение после настройки соединения разового камера соединяется с устройством сразу после касания даже если сам телефон просто находится в спящем режиме видео записывается с качеством full hd 1920 при 30 кадров в секунду битрейт видео динамически колеблется от 16 мегабит в секунду до 18 с половиной мегабит в секунду как бы не raw видео с другой стороны все мои видео пока что заливаются на youtube с битрейтом в 17 мегабит в секунду хоть с какой камеры поэтому картинка которую вы сейчас смотрите скорее всего идет с той же битностью что и оригинальное видео с этой камеры но мне было интересно попробовать ее на настоящей музыке давайте посмотрим и послушаем что у меня получилось полная версия одной из песен здесь инстаграм исполнителей вот он на 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 в синем море тонут лодки а можно еще конечно спеть а я сяду в кабриолет а а а а а а а а и и When you come back, I'll be as you want me, All this are eager to please. My little soul will keep you beside me, Thinking your name is a thing. Раз, два, три, четыре. Если бы ты знал, как мне жаль, Если бы ты знал, как болит, Если бы ты видел мою печаль в лицо, Ты бы знал, что она говорит. Да не важно, что ты сказал, Ведь не важно, что, а как. А я тебя услышала, я поняла, Да и ты далеко не дурак. Снова стою, а даром, Снова курю, мама, снова. А вокруг тишина, Взятая за основу. То есть, чтобы записать такой звук, Мне не пришлось качать дорожку у исполнителей или тащить туда свои звукозаписывающие устройства. Эта маленькая камера справилась самостоятельно и без посторонней помощи. Интересно, что сам класс камер появился всего пару лет назад. Эти камеры незаметно выросли из экшен камер. И Sony в этой области не была первопроходцем. Что вообще странно. Sony постоянно ищет новые ниши и заполняет их. Однако, не стоит забывать, что Sony в первую очередь мультимедийный гигант. И все, что касается звукозаписи и звуковоспроизведения, для них родная стихия. Поэтому они взяли экшен камеру, которая, кстати, очень неплохо пишет видео, и объединили ее с микрофонным массивом и хорошим блоком звукозаписи. Как результат, получилась очень простая и удачная конструкция, с которой сложно конкурировать в этом сегменте. Мы, конечно, посмотрим и концертную камеру от Canon. Но пока что камера Sony HDR MV1 явно вырвалась вперед по совокупности показателей картинки, звуку и стоимости. И, говоря честно, я получил большое удовольствие, создавая это видео. Так как мне не пришлось ничего настраивать, ничего таскать или обрабатывать. Принес в кармане и записал, унес в кармане и смонтировал. И действительно, просто как песня. А это и все. Вы смотрели видео с этой же самой камеры и слушали звук с нее же. Так что сможете оценить все и без моих комментариев. Всего доброго. До свидания. До свидания.